Всех приветствую на канале Дороги Михаил Юшил. Сегодня всех приглашаю прокатиться со мной на велосипеде от Солнечного до ЖД вокзала города Саратова. Поехали, посмотрим. Начал с улицы Тархова, Топольчанская, Антонова, Первая прокатная, проспект 50 лет Октября полностью, Тракторная, Большая, Садовая, Московская и Привокзальная площадь. Как-то так. Проехал я это 18 июня полностью до пляжа и обратно. И вот, получается, разделил я на четыре части сюжет этот. Первый до вокзала, потом от вокзала до пляжа, пляжа до Первой дачной и от Первой дачной до Солнечного. Потому что получилось где-то около четырех часов. Ну и минус монтаж. Срава это много. Смотреть за один раз. Пока едем по Топольчанской, показываю уже не первый раз, расскажу. Я читаю все ваши комментарии. Спасибо. Недавно просто вот получилась накладочка. Месяц не заходил в комментарии, где шли на проверку какие-то. И люди пишут и видят, что они отвечают и не поймут почему. И я вот зашел, а смотрю, там на проверку очень много было. Я всем ответил. Буду теперь периодически туда заходить. Почему-то на проверку они туда ушли. Непонятно. Но теперь буду мониторить этот вопрос. И все вот вопросы, которые там кто-то попросил Ломоносово-16, Крылово-Хвалынске. Да, буду стараться по мере возможностей. Ну, Ломоносово-16 летом прокачусь на специально этот микрорайончик проеду. Тех стекла. Кому интересно, можете потом посмотреть. Когда это все я сделаю. В Хвалынске я был в апреле. Я в Хвалынске не живу. Это родина моя. И не получилось проехать по Крылово. Погода была плохая и что-то там. Но и не получилось. В этот раз я собираюсь в начале июля обязательно сниму улицу Крылово. В Хвалынске. И еще что-нибудь там про Хвалынске. Так что я это все записываю. Не думайте, что это забываю. Просто все идет как идет. Не могу уже вырваться и куда-то ехать сразу что-то делать. Все идет по плану. Хотелось, конечно, побыстрее иногда, но жизнь диктует свои условия. Вот по Топольчанской спускаемся. Было утро. 9.13 я выехал. Да, кто-то там пишет, мол, показывайте разрушенные предприятия. Да, ну а я смысла в этом не вижу. Что там ходить по разрушенным предприятиям? Тоска и боль. Где рабочие места. Пропали. Так что показываю улицы. Заодно вот сейчас вот эти четыре сюжета. Увидите, какие у нас тротуары. От солнечного и до пляжа я буду ехать. Здесь сейчас до вокзала. Как проехать на велосипеде. Да, велосипед у меня в улице. 20 дюймов. Отзыв я писал. На нем я проехал. То, чтобы ехать по дороге, как некоторые сейчас видите, меня там по дороге обгонят велосипедист. Ну, но такой велосипед по дороге не очень неудобно. Дорвался по тротуарам, тем более. Ну, много велосипедист меня объехал, но и едет он со скоростью. На данном велосипеде, ну, 25-27. Разгоняешься, ну, достаточно. Потому что он не для таких гонок. Можно сказать, для кратковременных поездок. Как вот я езжу из гаража домой, из дома в гараж. Ну, вот решил прокатиться. Давно не мечтал. Хотел проехать, вернее. А почему так получилось? Хотел доехать я сначала до вокзала. Первый, так сказать, свой сюжет. Там пересесть на десятку ролейбус. И вернуться в солнечный. Доехал я до вокзала. Отдохнул. Ну, а что тут спуститься-то до набережной. Тем более проехать через проспект Кирова я давно хотел. Давно там не был после ремонта. Поехал. Доехал до набережной. До набережной доехал до пляжа нового. Потом поднялся там по второй Садовой, до Рахова. Думаю, здесь можно съездить на одиннадцатый трамвай, доехать до солнечного. Ну, ладно, поеду я до Синова, там пересяду. До Синовой я проехал, думаю, пересяду где-нибудь на Стрелке. На десятке опять троллейбус. А там Стрелка, ну, первой дачной доехал. Тут вторая дачная. Третья, ну, а третья дачная я уж ездил. В принципе, что тут ехать-то мне. Ну, вам скажу, да, 42 километра получилось. Ну, этот, приложение Байкометра показал 40, но я вам скажу 42, потому что он на одном месте, где-то памятники крутился на одном месте, он это не просчитывал. Да, вот этот проспект Строителю пересекаем. Где-то я буду писать какие-то улицы, а где-то нет. Ну, проспект Строителю здесь пересекаем. И решил проехать, ну, сократить путь на первый прокатный. Я же тут ездил, показывал вам. И был приятно удивлен. Сейчас сами увидите. Вот люди там, не знаю, электровых спелеводов здесь. Начали выравнивать дорогу. Щебёночкой, то есть будут ремонтировать, как обещали. Эту дорогу от Антонова до первой прокатной. Правда, я не знаю, как она называться будет в этот участок. Первая прокатная, наверное, от Зеркальной. Может, первый прокатная, может, ещё что-то. Может, Антонова тоже не может, но не суть в этом. главное начались работы и прямо проезжать сразу на трофеевский мост выезжать будет намного удобнее чем вы выворачиваете на доме проспект строитель выезжать на дублер дорожку или так маленькая дорога и общественный транспорт потом поворачивать на зеркальную там как обычно остановка не мешает общественный транспорт а здесь кому надо будет вот поселок текстико или на трофимовский или на панфилово очень удобно будет так что поздравляю работа начались я все о том что я снимаю показываю как все меняется потихонечку на меняется в первопрокатная да здесь я сюжет показываю в ускоренном режиме но в спиде ехал потихоньку во первых и во вторых здесь уже это все и показывал где-то урезаю чтобы повторяться и больше показать объем у нас сажатый суш но где-то постоянно что-то протекает не только у нас во всех городах так периодически вот вроде жара но в то же время да это я выехал 9 13 солнечного суббота народу мало солнце не так пекло и потом она за точку начал прятаться ветерок удалось повезло мне с погодкой прокатиться одно удовольствие по белой свой рекорд 42 километра за один день вернее до обеда ни разу так не ездил не в этом году не прошлом как-то вот так вот показываю вам саратов на сам какие-то лично рекорды устраивает вот здесь проезжаем первопрокатный конечно старенький уже асфальт я вам показывал ракурс другую сторону когда ехал то есть смотрел сюжет велопрогулка от третьей дачной до кольца вольского тракта теперь вот здесь поднимать до приходилось пешочка подниматься потому что по такой дороге ехать не очень удобно но зато сокращаю путь получается и ноги разминаю не сидеть на пятой точке то есть когда возвращался вам скажу домой уже двум часам то пятая точка то уже что-то не хотелось сидеть на велосипеде эти сидели меня не такое там узкое мягкое но все-таки уже встает многие не так устали отдыхалка как вот все-таки пятая точка стоит сидеть да и опять же велосипед нет таких прогулок а по рожной дороге бездорожье конечно жестковато меня нет амортизаторов и вот народу никого как хорошо и ехать но здесь участок такой вот сейчас пресекать будем шахурдина трофимский мост и указав четвертой части будет смотреть даже во второй части они в третьей части будет смотреть где будут поставят перезнос где стрелка какой-то у нас ты еще раз покажу такой на 3 дачный мод здесь шикарно пройтись и проехать очень удобно после ремонта но здесь пересекаем улицу панфилова я уж не стал писать это панфилова один тут начинается и вот после t-образного перекрестка саратов проспект 5 лет октября и вот я вам полностью покажу вам с другого ракурса то есть на машине вам показывал но обычно в эту сторону я показывал трофимовского теперь обратно и его прогулка его показывал только по той стороне ехал да там где тенечек с той стороны я не поехал там дорога старенькая это не такая же ровная здесь отремонтировали ехать катиться вот от трофимовского моста до вокзала ехал отдыхал ну правильный в одно месяц там на большой садовый чуть 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 поднялся так вот вся дорога у меня показалось скатываться почему я свой первый план который доехать до вокзала вернуться на троллейбусе до солнечного я еще не устал сейчас подъедем 3 дачной да вот во второй части где я поеду проспект киру элитирована проспект петра столыпина стало по привычке говорю было немецкая проспект кирова сейчас проспект петра столыпина да я там скорость буду показывать какая она была пришли люди некоторые пишут что в центре пожалуйста скорость просмотра уменьшить да и самому интересно был мне понравилось но этот языка россия где фонтан вечером включается ли он сейчас там включен был вот проехал на остановку и выезжаю площадь ленина 3 дачная из недавно я показывал как на машине проехал от стрелки 1 2 3 дачной вперед показанную сибири и обратно когда поеду поеду с другой стороны проспекта вот того галереи здесь кто помнит торговый центр самолет стоял я был по-другому ну и вот начинается аллейка это и практически до самой улице тракторной очень удобно главное то что это было сколько ввести народу было мало и деревья от солнышка скрывали очень комфортно было ехать кататься но это круг сделала так быстренько того галерею да буду где-то показывать какие-то памятные места макеты на этой на аллее задумка была неплохая но что-то их как-то не очень за ними ухаживать не подкрашивает то есть мечеть и храмы и сейчас там проедем будет аллея героев-пограничников будет бюст стоять директора тантала где покажу четвертой части момента дал проеду за проедем на машину еще раз расскажу народу мало катиться в одно удовольствие прямо одно удовольствие и вот как раз здесь первый памятник пограничник бабушкина и аллея героев-пограничников то есть еще бюстов 7 еще должен где-то поставить 8 должно быть я читал статью вот как-то должны сделать страна должна знать своих героев тех времен уже столетний еще когда-то то есть все таки надо помнить вот я чем выжил здесь макеты это любимая печалью вроде это еще давно было мне кажется губернатора ядского это началось на телу тут сделать так вот начали были вообще красивые все покрашивая сейчас чуть-чуть вид не тот ну и вот я про что вам говорил бюст директора но там на той стороне тантал находится специально замедлил я сам тут давно не ходил не ездил директор умнов хотите почитайте вы в интернете когда он работал чего начинал и вот предприятия организации завод тантал через дорогу до проехали саперной было там дубовикова саперная сейчас пересекаем улице деловая здесь вот раньше столько было магазинчиков стоял и вот участок конечно остался такой плиточный старый ну а дальше асфальт где-то местами старенький где-то отремонтированный но ходить гулять можно и нужно люди сидят отдыхают девчонки взяла бросил самокат как увидел вот эту горки взяла так и бросила папаша говорить мол зачем бросился не надо бросать свой самокат и вот она начала и поднимать да и цару удачную проехали сейчас доезжаем до остановки вишневые это все ленинский район вот остановок вишневые тут подземный переход вот еще макет ну там что-то подгорел что ты этому покрашенной вид конечно чуть-чуть изручающий вот я ехал я не дал куда он то влево то вправо девчонки на самокате вот кировский район сейчас буду на вот смотрите про сцену кировский район уезжаем из ленинский закончился и четвертый сюжет будет раз отсюда от улицы технической и до поселка солнечно разделил еще раз повторюсь ну а здесь опять под горку прям никакого напряга на решил я сразу на лейку выехать пешеходный переход как раз здесь где базарчик я вам не показывал то улица алексеевская но здесь больше инсталляцию даже чем там в ленинском районе здесь как-то кировском уже побольше горок тротуар нажатая более отремонтированный да еще почему показывает часто хотел проекте чтобы память отложилась и было что потом посмотреть потому что я вам еще раз говорю в проект есть как изменить стрелку чтобы по-другому чтобы пробок не было это был видео такой компьютерный проект и вот это все тоже тут будет менять вел дорожки будут делаться ну а здесь вот кировский район я вам скажу на рот уже побольше стал я так смотрю и никого не было силу то ехал уже на грунтовую дорожку потому что люди уже проснулись где-то уже больше да уже в поле 11 было но неудобно было ехать по грунтовой на такой велосипеде вернулся опять на асфальт вот сейчас проедем перекрестка с правой стороны химучилище кто помнит и вот район стрелки здесь сейчас заканчивается проспект 50 лет октября и начинается ультра тракторная да небольшой так сказать ошибку сделал нас был мне переехать на ту сторону дороги тракторный там потому что сейчас проедем где светофор там сделанный от ремонтированный тротуар но я почему-то решил проекте вдоль большого дома трактора когда-то там телефонизировали помню асфальт там был оказался уже давно и у меня так был 96-й год когда там он был вот надо было переехать на ту сторону даже сейчас быть пешеходный переход но я решил все-таки в тенечке проехать под деревьями вот не захотелось мне частного сектора хотя частный сектор тоже должен потом будет ликвидирована чтобы сделать эту развязку но и тут выезжаю и бачки да тут и асфальт уже нету а когда-то был когда дом сдавал 100 95 до шестом и на седьмом на шестом тифы телефонизировали и был здесь асфальт ну пока нет нам все-таки потом когда ты его сделает за но ну то в тенечке проехал я здесь выезжаю здесь грунтовая дорожка ну решил ехать до первого там светофора ну чуток неудобно еще вот смотрите как сужается дорожка там он с той стороны видно даже что там тротуар хороший но создаем себе трудности героически из них выходим и вот тут после поворота раз а тут еще и подъем оказался ну так что-то не спланировал но это мелочи все равно я не устал ехать потому что все под горку но можно и в горку въехать но правда грунтовой дорожки ну а то тут спуск но у нас такой город то вверх то вниз и вот на светофоре решил не ехать дальше по грунтовой дороге а переехать дорогу и вдоль этих новых домов когда-то вот тут прямо я помню тоже был частный сектор все меняется тротуары широкие ездить кататься очень удобно стало комфортно нашим по тротуару машин есть только сделать на топольчанский поднимался начале сюжета там раньше стояли сферы и в бит был даже какой-то металлический штырь и чтобы машин не ездить убрали и сферы убрали и машина теперь там спускается сделать я пешочком поднимался для коляска спуска не там носить потому что рядом грунтовая неохота молодежь наверное решим молодежь этим занимается не в возрасте который выходите здесь полусвеже двигать на вот улица московская небольшой участок не поехал по тротуару потому что мы взял от ремонт идет и вода вон бежит да и он там узковатый тротуар можно конечно слева проехать нарешил так и вот автовокзал наш но у него не стал заезжать и чуть-чуть не повезло то есть я пропустил эти микроавтобусы автобусы народ выходит мальчика оглядывается говорит папе до велосипедиста папа как шел так и идет ну а здесь уже велосипед в руки и пошел подземный переход вот добрая мадам как шла так и встала и расскажет что вы не с той стороны спускаетесь на коляске здесь пандус есть вот видите с другой стороны молодой человек сказал за этот пандус лучше мы здесь спустимся чем по такому пандус пунктом спускаться вот такой наш подземный переход железнодорожного вокзала да есть еще мост и жены пути но в жару по мосту не охота ну вот сейчас выходим на привокзальную площадь не забывайте впереди еще ждут сюжеты благодарю за просмотр берегите себя но есть такси ждут люди выходят и вот такси это подъехал люди же сразу садятся вот такое место наше еще раз берегите себя до новых встреч новых сюжетах всем пока пока и в конце схемка небольшая по схемки так я проехал феликс дежинский ну все пока пока еще раз ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok